привет друзья с вами вами и это вновь факторио space exploration в прошлый раз мы разбирались с третьей фиолетовой наукой и сегодня мы будем разбираться с третьей синей наукой а также еще с несколькими вещами но помимо этого перед этим я хочу рассказать про еще один мод который я добавил к своему списку активных модов и этот мод называется task list он ничего не делает геймплейном плане но он добавляет список задач которые себе можно писать выполнять и все тому подобное и таким образом очень удобно во первых следить за тем что что я собираюсь сделать что я уже сделал и все такое и во вторых очень удобно для таких видосов план как бы составлять типа это все что я сделал между предыдущим видео и этим на самом деле не совсем все потому что какие-то мелочи отдела которые тут не учитываются которые не писал но да в общем этот мод позволяет такой список задач запускать в нем можно писать что-нибудь создавать новую задачу создавать у нее подзадачи отмечать что-то как выполненная можно в том числе отмечать что-то как выполняется или еще что-то назначать игроков для мультиплеер наверное это удобно что типа вот нужно там добавить железную шахту пишешь задачу добавить железную шахту кто-нибудь клацает что я я делаю и все такое прикольная штука как нет теперь удалить так смысле смысле так прикольная штука и удобная наверное большинству людей но нафиг не надо но все равно прикольная удобная штука ну да в общем что я делал между предыдущим видео этим начнем снизу почему-то они все при выполнении типа новые добавляют сверху там можно поставить что добавить в начало то есть на самом деле она и все равно верхнем добавляет но когда я выполняю она куда-то в середину я не понимаю в этом плане ну ладно это не так же важно в общем начинаем снизу первое что я сделал этот песок с орбиты который у меня на орбите копился вот здесь вот я поставил назначение занят это немножко интересно но я поставил смолифте станцию с песком а тут раз два поезда да тогда ладно станцию с песком которая выгружает песок сюда загружает его и на поверхности по сути обратная ситуация с стандартным космолифтом тут он выгружается уезжает и отстает приоритетная выгрузка песка его отсюда куда-то забирают так что таким образом на орбите у меня песок не копится и это все удобно и хорошо теперь теперь бериловый корабль летает активнее и тут даже на самом деле но не тут в какой-то момент был забит берем ну потом я начал видимо более массово тратить ну да в целом берил а не то что там супер много но достаточно вроде как а это первое что я сделал второе что я сделал это витамиланж у меня с ним были дикие проблемы в основном потому что вернусь обратно на планету потому что вот этот сетап который был переработчики создает он выжирает просто миллионы этого витамиланжа кислота выжирает миллион витамиланжа и из-за этого он у меня просто весь сюда уходил пока она все не забилось я производил шестые модули продуктивности понемногу которые тоже тратят эти от белки рабочих а и также я забыл одну интересную вещь сделать в своем сетапе вот этом который производит экстракт или меланжа он производит его из самого этого экстракта то есть он там производится по копейке на предыдущих этапах и мне нужно по сути потратить 20 данного 30 пряновый один экстракт чтобы получить 20 прянова и 48 экстракта то есть от за цикленное производство то есть у меня есть вот эти вот сундуки я таким образом это контролирую но проблемы здесь в том что я таким образом контролирую но оно немножко забивается в том плане, что, типа, чтобы тут все забилось и не тратилось больше пряного витамиланжа и не привозилось сюда, нужно, чтобы забились эти все сундуки полностью. И это пофиксило тем, что я поставил, что оно не выгружается. Если в этих сундуках достаточно, если в них 200 чего угодно есть, то эти заводы перестают выгружать, потому что иначе у меня в этих сундуках было просто там наполовину они забиты. Мне пришлось бы еще несколько часов ждать, пока оно все полностью заполнится. Ну да, в целом с витамиланжем у меня были серьезные проблемы, и поэтому я расширил его производство. Я еще до этого в прошлом видео показывал, что я цветущий витамиланж удвоил, просто скопировал вот этот вот стаб, ставил вниз. Но этого все равно не хватало, я расширил фильтрацию этого цветущего витамиланжа, что неплохо, и сейчас он весь забит уже. Я также расширил производство пряного витамиланжа. То же самое, этот сетап, который у меня был, я просто его тупо скопировал и вставил в этом же блоке на сверху. То есть удвоил этот сетап. Я удвоил сетап экстракта витамиланжа вот этот вот здесь. И я еще удвоил сетап самородков витамиланжа, которые делаются из ядра. То есть ядро разбирается на просто витамиланж, правильно, без каких-то названий и префиксов. И потом из этого витамиланжа делаются самородки таким вот простым сетапом. Это я тоже удвоил. И в итоге у меня этот витамиланж сильно массовый стал перерабатываться, настолько массовый, что мне перестало хватать посадочной площадки, по сути. Потому что это посадочная площадка, она разгружает два вида ресурсов. Каждый вид ресурсов идет только по четырем белтам. И в основном тут прилетает цветущий витамиланж и немножко ядра. То есть ядро все разгружают быстро, и потом полчаса посадочная площадка стоит и разгружает этот цветущий витамиланж в эти четыре белта. При том, что на другой стороне ракета уже загружена, она может лететь. Но тут полчаса разгружается посадочная площадка, так что я взял еще и удвоил посадочную площадку, тоже просто скопировав ее, и стало намного лучше. Сейчас все забито, потому что сейчас у меня этот витамиланж забился, и я его не успеваю тратить, что хорошо. Но да. В общем, по большей части я удвоил свою производство витамиланжа. Что касается самой планеты, где я его добываю, Дейзи, там я еще в прошлый раз показывал вот этот вот стаб топлива, который прям неплохо помогает. Оно тут копится. Хотя оно тут сейчас копится, потому что сейчас ракеты не летают, потому что этот витамиланж добился. Пока ракеты активно летали, оно не копилось, но также оно почти не тратилось привозное, что довольно хорошо. Также в комментах в прошлом видео писали, что я здесь не подцепил одну трубу, и вот здесь вот не подцепил одну трубу. Я этого не заметил, но после комментов я это исправил, так что спасибо за это. Но в остальном тут в принципе ничего особо не изменилось. Наверное, скоро надо будет, кстати, расширять добычу, потому что это... Это пятно уже немножко кончается постепенно. Я не уверен, куда расширять, потому что здесь было лямов 30, наверное. Где-то здесь большие пятна, но там вот есть 26. Там есть 22, там 19, в принципе, наверное, можно откуда-то с севера. Или даже вот отсюда с юга 40, 43 миллиона. Придется как-то странно рельсы проводить, либо через воду, либо в обход. Но надо будет когда-то скоро расширять производство. С нефтью тут в принципе все окей. Она забита. На топливо хватает. Так что тут все хорошо. Единственное, что я еще убрал здесь и еще на нескольких планетах ограничения на... На манипуляторы, потому что у меня стояло, что манипуляторы работают только... Либо если здесь есть уже готовая ракета, либо если свободных слотов меньше... Точнее, больше скольких-то, типа больше 300. Но на самом деле с одним из апдейтов необходимость в этом убрали, потому что пока ракета не собрана, у нее два слота зарезервировано под куски ракеты и носики вот эти вот. Так что я просто убрал, что она загружается полностью. И с этим все хорошо. Так что это то, что расширение витамиланжа. Еще одно на самом деле расширение, которое я здесь не написал, но которое у меня было тоже. Это расширение всяких вещей на планете, где у меня вулканит добывается. Я в прошлый раз еще показывал вот эту вот базу с берилом, который тут немножко стал больше добывать. Но я еще поставил еще одно пятно здесь. И также вот этот пятно вулканит, я не помню, в прошлый раз я его добавлял. Ну и также немножко всякого менеджмента. Просто там типа сносил закончившиеся буры, хотя с тех пор, как я их сносил, тут еще закончились. И все такое. Тоже тут поотключал это все. Насколько я помню, да, поотключал логику, что оно просто запускается, но не везде. Но с другой стороны тут особо и не надо. Берилл в основном не отсюда идет. Ну да, это я все тоже немножко проапгрейдил. Я хотел сгонять и проапгрейдить вот эту вот базу, чтобы тут тоже топливо производилось, но у меня как-то руки пока что не дошли. Тут где-то есть нефть на планете, вроде бы, да. Так что можно тоже топливный завод поставить. Но тут нет каких-то проблем, то есть топлива тут хватает, ракеты прилетают достаточно активно. Так что когда-нибудь, когда мне нужно будет на эту планету зачем-то прилетать, тогда я и топливо здесь построю. Пока что я не стал это делать. Ну да, песок сделали, это сделали бериллиевые каркасы на науку, которая астрологическая, астрокакая-то, астрономическая, не астрологическая, да. На нее нужны бериллиевые каркасы. Я сделал их производство здесь на поверхности, но также я сделал их производство еще и в космосе, потому что туда у меня тоже бериллий приходит, и оно как-то миксуется оттуда и отсюда. Но производство тут достаточно простое. На эти каркасы нужно бериллиевые стержни и креонитовые стержни. Креониты нужно сильно меньше, так что он с дальнего белта длинными манипуляторами. Но такой вот простенький сетап. И это все выдает, это все жрет 4 белта бериллиевых стержней и выдает полтора условных белт каркасов. Не особо эффективно, но что поделать. Но также этих каркасов и не нужно особо много. И оно достаточно быстро все равно все забилось. Так что это каркасы. И на орбите я опять же тоже сделал такой, ну не такой же, а совершенно другой стержень, потому что там модули другие, заводы другие, но здесь у меня просто два больших завода. И это жрет полтора белта. Один и одну треть белта и выдает треть белта. Но в принципе тут все равно все забито. И этого все равно хватает, потому что опять же нужно этих каркасов немного. Дальше я опнул форматирование карт данных, потому что у меня компы новые еще в прошлый раз появились. Вот этот вот стаб. У меня был большой длинный эпичный стаб, который эти карты форматировал со вторыми компами и с модулем, не с модулем, а с маяком. Мне вот такого стаба на всю игру хватит. Это перерабатывает 28 карточек. И этого достаточно на все, что я запланировал. Типа на одну науку в секунду каждого вида. Так что тут даже улучшать ничего не надо. Наверное, я все равно компы заменю на следующие когда-нибудь, чтобы можно было там маяк убрать или еще что-нибудь такое. Ну да, тут 12 компов вторых. Маяк с модулями скорости четвертыми. В компах модули нет. Если в них модули ставить, то тут, не знаю, там 8 может быть хватит. Но я решил так сделать. Потому что с маяком суммарно модулей нужно меньше. Хотя компы, конечно, тоже не особо дешевые. Так что я это улучшил. Я сделал себе персональный поезд на космолифте, чтобы быстрее перемещаться. Просто одиночный поезд. У него в качестве условия логическое условие, в качестве условия запуска. Но я просто руками жму сюда, и он уезжает. И потом я жму обратно, и он тоже уезжает. Таким образом очень легко перемещаться, легко и удобно перемещаться между орбитой и поверхностью. Это все хорошо. Следующая, это, собственно, энергонаука. Да, это энергонаука 3, которая еще предыдущая. Апгрейд открытий. И также не только апгрейд открытий, потому что я еще все-таки посчитал еще раз. И на самом деле я немножко неправильно в прошлый раз все рассчитал. Я говорил, что мне нужно, типа, не 0.13, а 0.15 или 0.17 всех этих каталогов. На самом деле нет, их нужно несколько больше. Мне нужно 2.7 каждого вида открытий дополнительно. И в итоге это вылилось в то, что мне нужно не 0.17, а 0.23 примерно всего. И некоторых наук сильно больше, потому что они в несколько мест идут. Так что я это все подкорректировал. Но теперь у меня сетап уже прям совсем совсем финализирован. То есть, типа, это три карты с важными данными. Это нужно на все эти науки. Одной в секунду. Оно тратит 2.7 каждых видов открытий. И здесь достаточно всего, чтобы производить эту науку, плюс 2.7 открытий. Ничего не требуется дополнительного. Здесь достаточно всего, чтобы производить эту науку. 2.7 открытий. Не требуется ничего дополнительного. Здесь достаточно всего. Плюс 2.7 открытий. Плюс 0.32 данных о запутанности. Не требуется никаких дополнительных данных или еще чего-то такого. Тут плюс 2.7 открытий. Плюс 0.11 четырех видов данных. Гравитационные линзы. Черные дыры. Нулевая энергия. Отрицательное давление. Не требуется ничего дополнительного в плане карточек. И здесь черная наука. На нее требуется как раз 0.11 этих четырех видов. Плюс 0.32 данных о запутанности. На самом деле это округление. Там не 0.32, а типа 0.31. И куча цифр после запятой еще. После единицы. Которая округляется до 0.32. Но это все учитывается. И тут открытий нет. Так что да. И здесь вот я посчитал сколько все это бесполезных карт памяти дает. И в итоге у меня вышло типа 20. Меньше чем 27. Типа 26 с чем-то или 25 даже с чем-то. И я прикинул на 27. И это то, что я построил в плане в плане своих компов. Только не так. А вот так. 11 и 37 их нужно. В общем все это я пересчитал. Немножко апнул. То что нужно было здесь. Типа больше модулей в эти. В эти заводы. Что по 4 в каждой. Больше компов сюда. У меня было 3 обычных компа. Я поставил 2 вторых. С двумя модулями каждый. Трех обычных не хватало бы. Там надо было типа 4 или 5 обычных. Но 2 вторых с модулями достаточно. Где-то да. Вот здесь вот. Тут мне не хватало одного завода. Так что я поставил второй. Немножко все перее. Перепрокинул белтами. Получилось криво. Но что поделать. Но зато теперь оно выдает достаточно. Оно выдает 0,28. Мне нужно. Здесь. Это не здесь. А вот здесь вот должно быть. Мне нужно 0,23. Если один из модулей убрать, оно будет. Наверное, если из одного завода один из модулей убрать, то оно все еще будет в плюсе. Но одинаковое количество модулей. Это удобно. Если оба завода оставить по одному модулю, то оно будет меньше, чем 0,23. Ну да. Это все я доделал. В том числе апгрейд открытий. На три вида каталогов. И тут немножко другой стаб. Потому что до этого они из двух видов каталогов, они выдают белые карточки. Как побочный продукт. Из трех они их жрут дополнительно. Так что мне пришлось немножко перераскидывать все. Тут получается станция, которая ничего не делает в данный момент. Наверное, я из нее потом буду привозить еще один вид. Последний вид открытий. И каким-то образом его тут снизу длинными манипуляторами забирать. Или еще что-то такое. Но, тем не менее, такой вот стаб. 2,4 оно выдает. А это, кстати, по-моему, не то, что мне нужно. Да, мне нужно 2,7 здесь. Я модуль забыл вставить. Но это, опять же, справляется достаточно легко. Конкретнее. Открытие. Мне вообще нужен один завод с твоими модулями. А, не, я считаю, да. Это на будущее. На самом деле, сейчас оно не по этому рецепту работает, а потому, который только 3 вида каталогов тратит. Поэтому оно выдает немножко меньше, чем тут написано. Но мне сейчас и нужно меньше, чем тут написано. Так что, когда у меня будет 4 каталоги, мне будет вообще одного компа хватать без модулей. Точнее, с модулями или двух без модулей. И сейчас здесь 2 без модулей. Опять же, ждем апгрейд рецепта. Пока что это апгрейд на 3 вида каталогов. Это, что касается энергонауки. Теперь астрономическая наука. С которой... Все чуть-чуть сложно, потому что мне пару раз приходилось, потому что я заметил, что у меня все неправильно просчитано уже после того, как все это построил. Так что мне тут тоже пришлось пару вещей переделывать. Было бы удобно, если бы эта менюшка не убиралась. Но также я не знаю, куда ее засунуть. Ну да, что здесь нужно и что я здесь построил, в каком порядке. Данные о радионаблюдениях. Я решил строить данные сразу же таким образом, чтобы не возить туда-сюда вот эти вот наблюдательные системы, потому что они нужны исключительно на данные, которые из них делаются. Так что тут у меня радиотелескопы, 4 штуки под модулем. Им нужна наблюдательная система и терможидкость. Выдают они готовые наблюдательные системы и другую терможидкость. И они выдают на Беут. И это все приезжает в один астрометрический центр, который забирает еще и чистые карты памяти и выдает данные и два вида побычных продуктов под маяком. Это все получается 0,8 почти данных. Это на самом деле нет, на самом деле не получается. Мне их нужно 0,4, по-моему, или около того. И тут и получается 0,4, потому что 0,8 их получается, если у меня приходит 8 таких хреновин, таких хреновин мне приходит чуть меньше 5. И на самом деле, спасибо, автосейв. Если тут посчитать как 0,6, по-моему, да, то как раз 4,750 и 0,475 выдается. И мне нужно 0,4 ровно. Но я могу, наверное, один модуль из маяка убрать. Или что-нибудь такое, чтобы она совпадала. Но зачем? В общем, это такой стап. Дальше. Такой сетап. Это были данные о радионаблюдениях. Начнем с этого стапа, потому что он тоже о наблюдениях. Она немножко не в том порядке, в котором я строил. Ну да, данные о наблюдениях за гамма-лучами. Это немножко интересно, потому что тут телескоп, который жрет детектор гамма-лучей, который делается из зеркал, переливых плит, креонитовый слогти и химического геля. И в итоге тут завод делает эти детекторы. Плюс телескоп жрет детекторы, плюс наблюдательные системы, плюс терможидкость и выдает мусор. И дальше астрометрический центр, который выдает данные. И тоже мусор. И бесполезные карты памяти. И все это здесь уезжает. Я не уверен, нужны ли куда-нибудь еще эти детекторы, кстати. Я, по-моему, не проверял. Но нет, они исключительно сюда идут. Так что это все хорошо. И это все выдает 0,5. При условии, что 1,7 приходит. Приходит 2,25. При условии, что 0,100, 188 приходит. А сюда приходит единичка вообще. Так что тут без проблем 0,5 выдается. Нужно опять же 0,4 этого всего. Так что это сделано. Это хорошо. Вот это. Если бы оно не перескакивало, было бы удобнее. Дальше данные об отрицательном давлении. Делаются в лазерных центрах. Почему-то выжирают астрометрические данные, которых в данный момент нет. И с этим сейчас есть некоторые проблемы. Но они постепенно заполнятся. Теперь я их произвожу больше, чем мне их нужно. Но их не успевают развозить во все места, где они нужны. Так что это нужно подождать, пока оно заполнится нормально. Ну да. Астрометрические данные, плюс бериллиевый каркас, который я опять же уже построил, плюс терможидкость. И выдаются данные об отрицательном давлении. Их нужно до хрена. Их здесь производится больше двух. На самом деле их нужно немножко меньше двух. 1,38. Но опять же, я не хочу маяк без полных модулей ставить. Типа я мог бы тут 10 оставить модулей. И это, наверное, было бы достаточно. Но это как-то неправильно. Не полный маяк. Так что один полный маяк и отсутствие модулей в самих зданиях, это достаточно. Более чем достаточно. И стаб, на самом деле, довольно простой. И последние данные, которые мне нужны, это данные о темной материи, которые как раз тратят такие вот данные. делаются в гравиметрических центрах, тратят данные о гравитационных линзах из предыдущей науки и данные об отрицательном давлении и выдают данные о темной материи. Три штуки. 0,27. Нужно мне их... По-моему, 0,21. Или сколько там нужно науковать? Потому что они больше никуда не идут. 0,23. Как так? Красивые штуки. И это все виды данных. После этого, естественно, каталоги, с которыми особых проблем нет. Просто 4 вида данных, 2 компа стандартно. И оно сейчас работает и выдается. И после этого, естественно, сама наука, с которой тоже никаких проблем нет. Стаб стандартный. Тратятся бериллиевые каркасы, важные данные, каталоги третьи, открытия, предыдущая наука и терможидкость. Все абсолютно так же, как обычно. И тут я даже не поменял в комбинаторах значения. Так что, да, это скопировано с энергонавки 2. Важных данных в данный момент нет. С ними есть некоторые косяки. Но, тем не менее, их в данный момент нет. Но также науку сейчас увозить некуда. Этот поезд стоит и не может уехать. Потому что нигде не запрашивается эта наука. Потому что на станции, где эта наука используется, она уже есть. Кроме этого, я опну астрометрические данные, чтобы они делались из всех видов. Если я, блин, вспомню, где они у меня живут, это будет удобно. Ну да, вот здесь. Из всех видов наблюдательных систем. Но тут сейчас не хватает парочки. Почему парочки? О, потому что вот так вот нужно сделать. Но тут все еще не хватает данных отблюдения за гаммы лучами. В основном. Но это было немножко криво. Такой стап. У меня был очень странный сетап до этого. Вы его видели в одном из прошлых видео, когда там по кругу вокруг всего этого объезжал. Объезжали все эти данные. Я сделал такой, потому что тут нужно, по сути, восемь входящих ресов и один исходящий. Так что получается, что какой-то рес нужно выдавать между заводами. Перпендикулярно. Ну и восемь входящих. Это... Я сделал вот так вот. Вот две линии, которые так меняются местами. И одна из этих линий приходит с другой стороны, потому что тут просто тупо станции не влезают. Ну да. Это апгрейд данных. Апгрейд открытий тоже у меня есть. Которые делаются из трех видов каталогов. Такой же, как с энергооткрытиями. Если я опять же найду, где они живут, они живут здесь. И они вполне делают сейчас. То есть тут всего хватает. Как так. И это астронаук-3. И все с ней связано. На самом деле не все с ней связано, потому что я сделал несколько исследований из этой самой астронауки. И не только. Я выучил строительные пилоны, которые я мог выучить еще до этого. Я, по-моему, не построил их производство. Но это такие вот. По сути, это как просто пилон, но с областью строительства. Я не уверен, что в них есть много смысла. Но может быть есть. Надо будет потестить. Наверное. Дальше. Я выучил суперзарядку для дронов. И, по-моему, тоже не поставил ее производиться нигде. Но она позволяет заряжать дронов массово. Как робопорт, но круче. Но при этом в нее дроны не садятся. Так что это тоже нужно будет когда-нибудь построить. Я выучил ракетную шахту космического зонда, которая нужна будет на следующие какие-то науки. Пока что не трогал вообще ничего с ней связанного. Я выучил береливые перегородки, которые нужны на следующую науку и на некоторые вещи дальше. Это просто следующий ресурс. Изберилия. И я сделал ее производство и здесь, и на поверхности. Но я пока что не сделал подвозку сюда с поверхности. Но да, перегородки эти делаются из конструкции малой плотности, каркасов и плит. И они нужны на космические корабли и все с ними связанное, на следующую науку и вообще много куда. Так что их производство это немножко важно. И он тоже все забилось, потому что я достаточно долгое время назад это все сделал. Потому что на самом деле между предыдущим видео и этим видео я оставлял игру АФК, наверное, часов на 20. Не за один раз, но за несколько, чтобы у меня забился витамиланж, с которым у меня были дикие проблемы опять же. И за это время типа я это... Я оставлял ее после того, как построил большую часть того, о чем я сейчас говорю. Так что у меня забилось не только витамиланж, но и все остальное. Ну да, переливы и перегородки, жизнеобеспечения 3 я выучил, но построить я его пока что не могу. Это вот эта вот хрень, на нее нужны виталлические реагенты, которые на следующую витамиланжевую науку, они у меня тоже выучены сами по себе, но с ними я еще не разбирался. Зато я построил второе жизнеобеспечение, которое у меня еще до этого было доступно с предыдущей, типа со второй бионауки. И я его построил, и теперь мне одного стака хватает, если я закрою это все и вылезу из этой хрени, мне на 4 часа 10 минут хватает одного стака в канистр жизнеобеспечения, что удобно и хорошо. И кроме этого, я выучу космический корабль, ионные двигатели для него, зажимы для стыковки для него и структурную целостность космического корабля первые два уровня. Первые два уровня, потому что на третий уровень нужно уже что-то типа желтую третью науку, которую у меня пока что нет, но по сути это вся вот эта вот ветка. Переливы и перегородки, космический корабль, двигатели, два уровня, зажимы. И все это я поставил строиться, и оно у меня тоже немножко забилось. Я сначала хотел на поверхности это все построить, но для двигателей и только для двигателей, ну не, еще для консоли, нужны вещи, которые только в космосе делаются. Для двигателей нужны космические трубы, для вот этой вот консоли космического корабля нужны каталоги. Но я хотел изначально консоли строить в космосе, а остальное на поверхности, но потом увидел эти трубы и решил все-таки все здесь строить. В общем, пол космического корабля здесь из перегородок и теплоизоляции, стены космического корабля из конструкции моего плотности, перегородок, стекла и теплоизоляции, двери из стен перегородок теплоизоляции и электромоторов консоль которая центральная хрень из каталогов берелевых стержней стекла конструкции моего плотности процессоров двигатели обычные из больших электромоторов каркасов космических труб теплоизоляции из стали который тут не загружают почему-то такие резервуары которые позволяют взлетать с поверхности из по сути примерно того же самого только еще цистерн ионные версии того и другого ионные версии двигатели делаются из обычных двигателей плюс гольми вы всякой хрени ионные версии резервуаров почему-то делаются просто отдельно и не требует обычно так что не знаю но не я не не знаю зачем я обычные построил потому что обычные тоже нужны то что ионными нельзя с поверхности взлетать они только в космосе работают так что если я хочу на поверхности приземляться мне нужны такие движки но да это все плюс зажимы чтобы стыковаться электромоторы процессоры балки каркасы и теперь можно строить космические корабли свои я тут довольно маленький лимит поставил 1000 корпуса и и по стены пола и по 10 всего остального по моему да но я думаю на один корабль хватит я вряд ли буду строить два или три корабля одновременно это писать но да можно строить космические корабли и разбираться с ними сейчас может посмотрим но это все исследования которые не все исследования которые я сделал этом еще чет по мелочи изучал что не понадобится и типа там какие-то энергощиты следующего уровня которые я вряд ли когда-либо буду строить потому что я особо не сражаюсь там броню какой-то следующего уровня еще что-то такое что никуда и никогда не нужно но это в основном все важные исследования которые я изучал производстве бериллиевых перегородок я уже показал это производство космических кораблей то что тут происходит важные данные я апгрейдил потом я их откатывал обратный потом я еще раз апгрейдил пирог я заменил их на такие компы во вторых я их сначала заменил на такие компы и поставил симуляцию четвертую из четырех видов открытий потому что она эффективно и хорошая а и у меня нихрена не было биологических открытий то что это меланж не было так что я отменил это поставил из трех снова кроме биологических чтобы мне делались эти важные данные то что они мне просто тупо закончились и они у меня делались какое-то время потом у меня закончили синие открытие и начались как раз примерно в этот момент у меня появился вид миланч появились биологически отвалились синие я поменял на то что они все все кроме синих используют какое-то время она так работала на сейчас вроде опять все виды открытий появились так что я поставил на 4 вида этих открытий и это все производит 3 единицы важных данных в секунду больше чем мне нужно но чуть-чуть мне нужно ровно 3 это производит 3 и копейку так что это все хорошо и круто так что это еще один открыт я не отметил так но все же открытие это то что я пересчитал вот это вот все то что вначале говорил и это одна вещь которую я написал что мне нужно еще сделать это я еще не сделал снаряды мне нужно производство снарядов противометеорных где-то сделать потому что их нужно доставлять сюда чтобы кораблих возил на другие в другие места и принципе ракетами их запускать смола не особенно удобно корабль кстати да я выучил структурную целостность первые два уровня добавила плюс 100 за уровень этой самой целостности и теперь сюда можно 500 размера корабля и 500 трюма я добавил один сундук в которой я эти снаряды руками закинул потому что они тут заканчивались а теперь они тут не заканчиваются что теперь меньше чем по 200 но но достаточно надо в общем можно улучшать этот корабль или строить новый корабль или еще чем такое делать и это все хорошо сейчас с этим немножко поразбираемся но давайте сначала посмотрим что нужно на следующую науку и какую следующую науку мы будем делать я думаю желтую потому что желтый больше смысла чем зеленый зеленая сама по себе дает следующие компы и еще более эффективное форматирование данных что неплохо но кроме этого просто небольшие или стоп она даже не дает небольшие апгрейды вот эти вот все следующих уровней на не отдает просто просто в науке не написано то есть я смогу получить там еще пять размер инвентаря плюс там 5 процентов продуктивности добычи 5 или 10 10 до 5 процентов продуктивности исследовательских пакетов и все такое это все мелкие пассивные улучшения которые не особо нужны кроме этого возможность спавнить союзных кусок которая никому не нужна по-моему следующие модули я сделал пару тысяч шестых модулей это мне выжрал весь вид и меланш и мне пришлось 20 часов 5 кашет чтобы чтобы восстановить так что наверное пока что не буду трогать следующие модули и все так что бионаука довольно так себя до последней потому что последняя нужна будет в основном последнее нужно будет на черную науку это зачем она нужна но также там оборудование жизнеобеспечения следующий скафандр следующий это все интересно так что 4 бионаука еще какой-то смысл имеет 3 сама по себе ничего особо не делает так что вместо этого я думаю исследовательский пакет материалов будем делать который требует подшипники и еще кучу всего и который открывает мне сверхпроводящий кабель что дает энерголучи это интересно проектор счета не это нужна уже следующая энергонаука так что пока что нет компы тоже самое скафандр следующий что вполне хорошо чем он лучше бонус размеры интеря 50 сетка 12 на 14 у моего сетка 10 на 10 сетка оборудование больше и плюс 10 слотов инвентаря это вполне полезный и крутой апгрейд я опять его потерял так что это хорошо энергия не настолько хорошо проектора счета для кораблей это опять же нужно еще другая наука в общем интересные вещи тут есть высокотемпературные турбины но это тоже нужна еще другая наука следующая энергию чем тоже нет нет не тоже третье апгрейд космолифта тут все четвертые нужны в общем да делаем третью науку о материалах и науки материалах все достаточно простые тут нигде не требуется никаких типа если посмотреть здесь тут куча всяких данных которые либо используются повторно повторно либо идут на черную потом науку здесь куча данных которую используются повторно здесь учи данных которые используются чтобы делать такие биокультуры которые требуются на данные здесь абсолютно ничего все очень просто и понятно типа на каждый вид данных нужно несколько каких-то ресурсов и on дает данные мусор по сути по большей части или еще какие-нибудь ресурсы Да, тут иногда нужны какие-нибудь поезда Но это мелочи Ну, в общем, следующее, что мне нужно Это третья наука Соответственно, данные о взрывозащите О радиационной защите Баллистической защите И данные о трении Все достаточно просто Можно сразу в этот Список задач написать Наука Короче, желтая наука Наука 3 Добавляем под задачу Данные о взрывозащите Добавляем под задачу Данные О радиационной защите Данные о баллистической защите Автосайф Почему-то без ОА данные Просто баллистической защиты И данные о трении И дальше Каталоги Наука Апгрейд открытий И теперь по мере того, как я отстрою Я могу ставить галочки Что вот я построил Поставил галочку Удобно Хорошо Так что это следующее И тут все Достаточно адекватно Спланировано Нужно ли здесь Можно 3 модуля И 1 завод Нужно ли здесь Можно тоже 3 модуля И 1 завод Тут Так Тут Если вторые компы С двумя То 2 хватает Все хорошо Это то, что я в следующий раз буду строить Но пока что Погнали Посмотрим Космические корабли Каким-то образом Возьму отсюда консоли Я возьму Несколько стаков Наверное, это мне не нужно Половину стаков этого Наверное, полный стак такого Немножко таких двигателей Что такие двигатели Используют в качестве топлива Просто ракетное топливо Обычно Если да То где мне его взять На соседней базе есть Но это вроде все, что мне нужно Есть ведь на соседней базе Это ракетное топливо Должно быть, да Окей И теперь можно Сделать себе Космический корабль Какой-нибудь Так Добавим Как-то больше, чем я В смысле двигателей Как-то больше, чем я ожидал Добавим эти резервуары Добавим Такие двигатели Нужно еще место под них Так Тут нужно чуть-чуть труб Закрыть его стенами Тоже не помешает В какой-то момент Двери здесь Это можно на один ниже И на самом деле Ближе к центру Да, я могу здесь приходить Почему-то нельзя дверьми Заменять стены Так Так Консоль сюда И Целостность корабля В норме Проблема в том, что Нужно каким-то образом Электричество в нем получать Так что Одну Одну солнечную панель Или пачку аккумуляторов Мне казалось У меня здесь Было производство Аккумуляторов Да Вольми Мне нужно Сейчас на пион Проблема в том, что Нужно каким-то образом Еще защищаться От Астероидов Так Есть у меня где-нибудь Вазернатураль Должна быть, правильно? На всякие вазерные центры Нужны вазернатурали Я могу Так вот заказать Это не будет эффективно работать Просто Просто для тестов Хотя, естественно, у меня Один корабль уже был Так что Немножко теста Мы уже сделали Но тот корабль, что у меня был Не умел приземляться на планеты Может быть Может быть Я хочу еще немножко Удлинить Три вазера будут Немножко лучше Будет ли им хватать Электричество? Хрен его знает И мне нужно Каким-то образом Подвести топливо Готово Готово Наверное, на самом деле Можно было бы тут Пошире немножко сделать все Типа так Так, сюда можно Какие-нибудь контейнеры поставить Или еще лазер Или еще аккумулятор И лазер Топливо здесь Кончилось Есть ли у меня маяк? Я понятия не имею Сколько мне нужно Этого топлива Чтобы просто приземлиться С орбиты на планету А потом взлететь обратно На всякий случай Вот так Чтобы, если что С другой стороны Можно было заправляться В этих резервуарах По сто тысяч топлива Может быть Наверное, мне столько не нужно Так что Гоу Проверка целостности Целостность корабля в норме Пункт назначения Поверхность Запуск Так, нет Это все можно позакрывать Да, оно все равно Не влезает нормально Поехали Ну, летим Топливо тратится По чуть-чуть И там где-то были Даже астероиды А, теперь можно взять И приземлиться куда-нибудь Может быть Куда-нибудь Где есть еще топливо И откуда можно будет Обратно взлететь Ну, с другой стороны Ну, нет Топливо Есть там Было бы удобно Если бы можно было с карты Стоп, можно с карты Можно с карты Тогда Тогда не было бы удобно А и так удобно И есть удобно Окей Подтверждаем И теперь у меня есть корабль На поверхности И можно таким образом Между планетами летать Нужно что-то более эффективное Потому что Далеко на таком количестве Аккумуляторов не улетишь Сюда можно ионные двигатели Наверное Типа, чтобы взлетать с планет Мне нужны резервуары Вот эти вот Чтобы летать в космосе Ионные двигатели прокатят Ну и тут, естественно, можно Еще заправиться таким образом Как насчет Взлететь обратно на орбиту Почему отключено? Недостаточно топлива Чтобы взлететь нужно Нужно больше Она где-то пишет Сколько мне нужно Видимо, 70 Не, 70 у меня топливо требует 124 Угу Если она считает В дигаджоулях Могу ли я использовать Ну нет Другого жидкостного топлива Нет А как насчет Вот этого Типа, емкость есть Но у жидко Ракетного топлива больше Но также теплотворность Тут есть, а там нет Так что, наверное, нет Наверное, не могу Другой топливо использовать Наверное, если бы я больше таких баков поставил, то Мне нужно было, может быть, меньше И чтобы взлететь Не уверен, что это так работает Но, естественно, это типа Меньше четверти возможного размера корабля Ноль нагрузки Ну, не ноль Потому что со стороны считаются Чуть-чуть нагрузки на контейнеры То есть можно сделать этот корабль Значительно больше Накидать в него контейнеров И таким образом, например, летать Колонизировать другие планеты Вместо того, чтобы на ракете запускаться Летать на корабле В идеале нужно как-то рассчитать Чтобы мне хватало топлива Чтобы и туда долететь И потом обратно Потому что иначе могут быть проблемы Но удобно Почему он? Может быть, мне нужно именно больше Ха Нет Я думал, что мне недостаточно энергии для запуска Потому что топлива нужно больше Но топливо больше становится А тут остается 70 А, не, мне нужно было просто проверку Еще раз Окей, тогда ладно Запуск Полетели Аккумуляторы Почти ничего не жрут Но так же тут астероидов особо нет Так что и не надо И можно приземлиться обратно сюда Ну, естественно, якоря тоже существует Можно ими автоматизировать стыковку Я уже немножко Немножко с кораблями Я уже разбирался Естественно Но теперь я могу их строить Много И И что-то интересное с ними делать Буду ли я что-то интересное с ними делать В ближайшее время Я не уверен Потом явно буду Потому что как минимум Какие-то данные Делаются Поясы не здесь Или здесь тоже Звездный зонд Это нужно где-то запускать Здесь есть Зонд пояс астероидов Это нужно в пояс астероидов Наверное запускать Здесь где-то что-то Зонд межзвездной пустоты Это нужно в полях астероидов В глубоком космосе Запускать или что-то такое Их нужно находить Каким-то образом Сначала Короче Мне нужно будет Где-то в космосе В других местах Запускать Она не подключилась Ну да Мне нужно будет Где-то в космосе В каких-то других местах Запускать Ракеты С зондами И наверное Это кораблями Автоматизируется Удобнее и проще Чем Своими ракетами Но посмотрим Пока что Вот это вот Моя астероидная база На самом деле Ракетами автоматизировалось Автоматизировалось Бы удобнее Потому что сюда Нужно подвозить Кучу ресурсов Разных И потом Увозить кучу ресурсов И Я не могу Одновременно Задавать запрос И считать содержимое Сундука Вообще никак То есть получается Либо Я заранее задаю Запросы Как здесь у меня сделано И вожу каждый раз Типа Я задаю запросы Я считаю Каким-то образом Что вот Мне нужно там 1,8к Серый В каждый сундук То есть на 12 умножить И Я это привожу Каждый раз И из этого Получается 1,1к Слитков В каждый сундук И там 7,5 тысяч Песка В каждый сундук И Он привозит Это все Разгружается Ждет пока Из этого всего Соберутся слитки И песок И загружается И улетает И если я что-то Где-то неправильно Рассчитаю Он привозит Больше серы Чем нужно То в какой-то момент Сера здесь забьется И он не сможет разгрузиться И все сломается Из-за этого Либо вместо этого Я задаю здесь запросы Тогда каким образом Я запускаю корабль Потому что я не могу Запускать его Когда у него полный трюм Потому что я не знаю Что в него уже загрузили А что еще нет То есть я могу сделать Что он прилетает В свою точку назначения И типа там Стоит там 10 минут И я надеюсь Что за 10 минут Его загрузят Или Или хрен его знает С такими базами Это по-моему Немножко хуже работает Чем с теми же самыми Вот этими вот спутниками Потому что спутники Это я привожу спутник 1 Запускаю его И увожу обратно Тысячу науки Или сколько там Из него получается Вроде так работает Если я найду В какой именно науке Спутники были Типа да Я запускаю зонд Он выдает мне Какое-то количество Данных За один зонд Фиксированы Ну и плюс Я загружаю туда Еще всякое там топливо И все остальное Тоже фиксировано В такой ситуации это работает В такой ситуации Где мне нужно Привозить серу Которая переделывается В берилли И потом его увозить Плюс еще подвозить Снаряды Плюс еще подвозить Дронов Плюс еще подвозить Там какое-нибудь Топливо для реакторов Плюс еще все остальное Что тут может потребоваться И это не настолько Хорошо работает Но посмотрим Посмотрим И разберемся Ну в общем Да Тогда На этом на сегодня Я закончу В следующий раз Будем смотреть На третью Желтую науку О материалах Ну и наверное Я что-нибудь еще там Буду на поверхности Переделывать Доделывать Еще что-нибудь Там на планете Где я Иредит Или Или как он называется Добываю Потому что мне его Наверное Перестанет резко хватать Хотя сейчас Тут все встало И он не запускается Потому что свободной Посадочной площадки нет Так что может быть Может быть мне и будет хватать В общем посмотрим Разберемся А на сегодня На этом все Я надеюсь Вам понравилось Это видео Спасибо за просмотр С вами был Ваймс Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok